Лекция номер 17. Препараты гормонов стероидного строения, их синтетических заменителей и антагонистов. К стероидным гормонам относят гормоны коры надпочников, глюкокортикоиды и минералокортикоиды, а также женские и мужские половые гормоны. Все эти гормоны физиологически активные вещества, производные циклопентан-пергидрофенантрена. Предшественник всех стероидных гормонов в организме человека – пригненолон, синтезируемый из холестерина. Стероидные гормоны влияют на внутриклеточные рецепторы, расположенные в цитоплазме клеток-мишеней. Взаимодействие стероидных гормонов с рецепторами происходит поэтапно. Комплекс стероидного гормона с рецептором транспортируется в ядро клетки. В ядре этот комплекс взаимодействует с эффекторными элементами, локализованные на акцепторных участках хроматима гены. Как показали исследования, в результате взаимодействия происходит стимуляция или ингибирование экспрессии генов. Это приводит к изменению синтеза матричной РНК и белков. Препараты гормонов коры надпочников, их синтетические заменители и антагонисты. Надпочники – это парный орган, расположенный на верхнем полюсе каждой почки, состоящий из наружного вещества. Коры и внутреннего мозгового вещества выделяют адреналин и норадреналин. В колено отпочников различают три зоны – клубочковую или внешнюю, пучковую и сетчатую внутреннюю. Все три зоны синтезируют непосредственно в кровь большое количество, более 50 стероидов, называемых кортикостероидами. Некоторые кортикостероиды имеют небольшую биологическую активность и функционируют в основном как предшественники. Другие кортикостероиды, а именно истинные гормоны, их всего 8, составляют 80% всех образующихся жизненно необходимых человеку кортикостероидов и обеспечивают гуморальную регуляцию адаптации к изменяющимся условиям внешней среды. Это важные и неспецифические факторы защиты организма от стресса. Острая недостаточность коры надпочников приводит к снижению артериального давления и температуры тела, нарушению всех видов обмена вещей. При развитии недостаточности коры надпочников очень быстро может наступить смерть, через несколько часов. При хронической недостаточности коры надпочников развивается десонова болезнь. При этом отмечается снижение массы тела, потемнение кожи и слизистых оболочек, боли в животе. Наиболее активные и естественные глюкокортикостероиды это гидрокортизон или кортизон и кортизон. По преимущественному влиянию на обмен веществ основные кортикостероиды делятся на две группы. Глюкокортикоиды или глюкокортикостероиды синтезируются с сетчатой и пучковой зонами минералокортикоиды, минералокортикостероиды, выделяемые клубочковой зоной надпочников, в большей степени по сравнению с глюкокортикоидами, влияют на минеральный обмен. Метаболические эффекты кортикостероидов 1. Уменьшение активности адренокортикотропного гормона. Вследствие этого происходит угнетение функции коры надпочников и ее атрофия. 2. Снижение захвата глюкозы тканями, что приводит к развитию стероидного стахарного диабета. 3. Повышение глюконеогенеза, повышение уровня глюкозы в крови, повышение метаболизма белков приводит к мышечному истощению и истончению кожи. 4. Снижение синтеза белков или антител приводит к повышению восприимчивости организма к инфекциям. 5. Повышение катаболизма костной ткани приводит к задержке роста костей у детей и развитию остеопороза. 6. Повышение секреции соляной кислоты и пепсина приводит к изъявлению слизистой оболочки желудка, пищевода и развитию язвенной болезни. 7. Перераспределение жировой ткани с верхних и нижних конечностей на туловище и лицо приводит к округлению и покраснению лица, так называемое лунообразное лицо, появление багровых полос, растяжение кожи или стрии. 8. Повышение возбудимости центральной нервной системы, стероидные психозы от эйфории до депрессии. Это все эффекты глюкокортикоидов. 8. Механизм действия минералокортикоидов. Первый эффект – это повышение экскреции калия и водорода, приводит к задержке натрия в организме человека. 9. Повышение реабсорбции натрия – это второй эффект – приводит к развитию гипокалиемии, развитию артериальной гипертензии, мышечной слабости. 10. Механизмы действия и эффекты глюкокортикоидов. Главные внеметаболические эффекты глюкокортикоидов, основой их медицинского применения, являются следующие. 1. Противовоспалительный. 2. Иммуносопрессивный. 3. Противоаллергический. 4. Противошоковый. Механизм противовоспалительного действия глюкокортикоидов обусловлен несколькими факторами. Глюкокортикоиды индуцируют синтез липокартина, угнетающую активность фосфолипазы А2. Подавление фосфолипазой А2 гидролиза мембранных фосфолипидов, поврежденных тканей, препятствует образованию арахидоновой кислоты. При нарушении образования арахидоновой кислоты прекращается ее дальнейший метаболизм как по циклооксигеназному пути с включением синтеза простагландинов, так и по липоксигеназному пути с последующим ингибированием синтеза лейкотриенов. Этот эффект развивается наиболее быстро, при этом преимущественно происходит уменьшение выраженности внешних признаков или симптомов воспалительной реакции, а именно таких как боль, повышение температуры, отек и покраснение тканей в области воспаления. Противовоспалительное действие глюкокортикоидов потенцируется их способностью тормозить экспрессию генов циклооксигеназа-2, что также приводит к снижению синтеза простагландинов в очаге воспаления, в том числе провоспалительных простагландинов Е2 и Е1. Глюкокортикоиды тормозят экспрессию молекул межклеточной адгезии в эндотелии кровеносных сосудов, нарушая проникновение нитрофилов и моноцитов в очаг воспаления. После введения глюкокортикоидов отмечают повышение концентрации нитрофилов в крови за счет поступления их из костного мозга и следствия ограничения миграции с кровеносных сосудов. Это вызывает снижение числа нитрофилов в месте воспаления. Определяют снижение количества циркулирующих в крови лимфоцитов, Т-клеток и Б-клеток, моноцитов, эозинофилов и базофилов за счет их перемещения из сосудистого русла в лимфоидную ткань. При этом происходит угнетение функций лейкоцитов и особенно ткаевых макрофагов, что ограничивает их способность реагировать на антигены, метагены, патогенные микроорганизмы, а также вырабатывать кенины и пирогенные факторы. Все эти изменения максимальной степени диагностируют через 6 часов, а их исчезновения отмечают только через 24-36 часов. Глюкокортикоиды тормозят транскрипцию генов таких провоспалительных цитокинов, как интерлекин-1, интерлекин-6, интерлекин-8 и фактор некроза опухоли альфа и некоторых других. Также отмечается снижение скорости транскрипции и усиление деградации генорецепторов к интерлекинам-1 и интерлекину-2, ингибирование транскрипции генометаллопротеиназ, коллагеназы, эластазы, участвующих в повышении проницаемости сосудистой стенки, процесса хрупцевания и деструкции хрящевой ткани при заболеваниях суставов. В основе механизма иммуносепрессивного и противоаллергического действия глюкокортикоидов лежат не только вышеописанные процессы, но и метаболические эффекты, например, торможение синтеза белков, в том числе антител. Глюкокортикоиды оказывают противошоковое действие. Механизм противошокового эффекта глюкокортикоидов связан с уменьшением синтеза фактора активации тромбоцитов, медиатора шока, а также со снижением экстранированального захвата и повышением прессорного действия катехоламинов. Фармакокинетика. Пути введения особенностей химического строения глюкокортикоидов определяют их в фармакокинетику. Сукцинаты, гемисукцинаты и фосфаты хорошо растворяются в воде, однако при парентеральном введении производят быстрый ткалковременный эффект. Ацетаты и ацетониды оказывают пролонгированное действие, но в воде не растворяются, поэтому их назначают в форме суспензии, то есть внутривенно. Галогенизированные или фторированные глюкокортикоиды обладают высокой противовоспалительной и низкой минералокортикоидной активностью. Увеличение числа атомов фтора в молекуле глюкокортикоиду приводит к снижению всасывания препарата через неповрежденную кожу. Способ введения. Как показали исследованные, лучший эффект глюкокортикоиды производят при введении всей суточной дозы в 8 часов утра. Именно в это время наблюдают максимальную активность пучковой зоны коры надпочечником. Поэтому вероятность угнетения коры надпочечником при приеме всей суточной дозы глюкокортикоидов очень мала. Если такой метод не обеспечивает противовоспалительные эффекты, то процент дозы назначают в 8 часов утра и остальную часть дозы в 10-12 часов. Таким образом, пациент принимает всю суточную дозу препарата в первой половине дня. При тяжелых состояниях возникает необходимость трехкратного или даже четырехкратного приема препарата в течение суток. Утром два раза, утром два раза днем и на ночь. При этом большую часть дозы лекарственного средства принимают утром. При необходимости длительного введения большого количества глюкокортикоидов назначают удвоенную поддерживающую дозу препарата, принимаемую через день. Это позволяет уменьшить вероятность подавления функций коры надпочников и ее атрофии. Так как в свободный от приема препарата день происходит повышенный выброс кортикотропина гипофизом, что стимулирует пучковую зону коры надпочников. Глюкокортикоиды используют, как правило, при неэффективности других методов лечения. При этом нередко отмечают различные побочные эффекты. Локальное осложнение длительного применения глюкокортикоидов. К ним относятся местная атрофия и снижение защитных свойств кожи и слизистых оболочек. Следующее, второе. Нарушение пигментации и роста волос. Для профилактики развития вторичной кожной инфекции глюкокортикоиды обычно применяются антимикробными средствами. Глюкокортикоиды по принципу обратной связи угнетают гипофизарную надпочниковую систему, уменьшают выработку адренокортикотропного гормона, при резкость смене или отмене глюкокортикоидов иногда развивается остальная недостаточность коры надпочников. При длительном применении глюкокортикоидов возникает синдром Иценко-Кушинга. Клинические признаки характерны для этого синдрома. Это изъявление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, тромбозы, остеопороз, обменное нарушение, а именно стероидный сахарный диабет, угнетение синтеза и повышение распада белков, гипокалиемия, задержка натрия, сопровождающаяся отеками и артериальной гипертензией. На этом лекция завершена. Спасибо за внимание.